В индустриальном районе после аварии перевернулась иномарка, в которой ехали двое мужчин. Митсубиши Галлант, который до столкновения с попутной Камри двигался со стороны центра города, оказался в полусотне метров от места удара. Машина перемахнула через снежный бруствер и опрокинулась на крышу уже на трамвайных путях. Эти кадры сделаны буквально через минуту после крушения. К перевернутому седану бегут очевидцы. Первым вытаскивают пассажира, затем водителя. Здесь живые, нет? А вот он передо мной. Живые, нет? Да, да, нормально. После того, как оба оказываются на улице, становится ясна причина аварии. Мужчины еле стоят на ногах, от обоих исходит запах спиртного. Пока одни дозваниваются до полицейских, другим свидетелям приходится бросаться в погоню. Пошатываясь, водитель спешит удалиться от машины. С приездом патрульных мозаика начинает складываться. Правда, не в восприятии мужчины, ехавшего в Галанте. По его версии, он вовсе не пострадавший в аварии, тем более не водитель, а участник спасательной операции. В больницу пострадавшего шофера все же отправили. Правда, в сопровождении полицейских, чтобы не сбежал. В стационаре медики развеяли все опасения. Жизни и здоровье мужчины ничего не угрожает. Можно возвращаться на место и приступать к оформлению ДТП. Красноречивее водителей в этой ситуации мог быть только беспристрастный свидетель крушения. Видеорегистратор, установленный в салоне машины-очевидца. Камри едет по первому ряду. Расстояние между иномаркой и автомобилем свидетеля минимальное. Но в него и попытался отважно втиснуться шофер Митсубиши. Гололед, опьянение и высокая скорость делают свое дело. Серый седан ударяется о Тойоту и вылетает на встречную полосу. Через секунду Галант взмывает над сугробами и падает на рельсы. Компромата на виновника ДТП у полицейских было более чем достаточно. Во-первых, удалось аппаратно зафиксировать сильную степень опьянения. Во-вторых, характеристика водителя совсем его не обеляла. Хабаровчанин 1981 года рождения просрочил водительское удостоверение еще в 2012 году. А в 2014 и вовсе должен был с правами попрощаться. Его поймали за рулем одурманенным. Имелись в жизни водителя и уголовные эпизоды. Финальной точкой ночной поездки для него стал спецприемник. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.